Всем привет! В этой серии мы наконец-то начинаем сборку двигателя. Все запчасти помыты, дефектованы, все уже проточено, расточено и готово к сборке. Итак, приступаем к сборке. Итак, друзья, приступаем к сборке двигателя. Значит, если вам двигатель не привезли в мешке, то, в принципе, можно обойтись без мерительного инструмента. Ну, желательно, чтобы он у вас был. Если на шейках коленвала нигде нет такой выработки серьезной, каких-то задиров, проточек, ровненькие, гладенькие все шейки, то, скорее всего, что с ним все в порядке, обычно практически шейки не изнашиваются. Изнашиваются только сами вкладыши. Значит, я буду устанавливать стандартные вкладыши. Я уже замерил коленвал и даже перестраховался, так как у меня уже есть измерительный инструмент, хоть и не весь, но уже какая-то часть есть. Я даже зажал два коренных вкладыша, измерил микрометром диаметр шейки, зафиксировал размер, выставил по этому размеру нутромер и промерил, какой же фактический зазор получится между коленвалом и коренными вкладышами. Значит, смотрите, какие здесь размеры по коленвалу. Если смотреть по коленвалу, значит, здесь получаются такие размеры. Значит, шатунная шейка у нас идет 43 мм, а коренная шейка идет 54,98-54,99. Вот такой вот размер коренной шейки. Значит, зазор допускается на шатунной шейке от 2 до 7 сотых миллиметра, на коренной шейке от 2 до 4 сотых. Значит, ребята, я замерил, у меня получился зазор на коренной шейке ровно 4 сотых миллиметра. Значит, все в допуске коленвал, ничего делать, не шлифовать, ничего не нужно. Ставлю, соответственно, вкладыши стандартного размера. Обязательно обращайте внимание, их можно замерить, старые и новые. С помощью вот такого вот микрометра, он здесь заточен с одной стороны, можно просто замерить толщину старого вкладыша и толщину нового вкладыша. Кстати, толщина старого вкладыша получилась у меня 1,99 сотых миллиметра, а толщина нового вкладыша ровно 2 миллиметра, сотка в сотку. Ну, то есть, на старом вкладыше износ был всего лишь 1 сотая миллиметра. Как я уже говорил, если на вкладыше просто номера написаны, то, скорее всего, это стандарт. А если на вкладыше написано 0,25 или 0,50, то это, соответственно, уже ремонт. Ну, и так, приступаю к установке коленвала. Значит, коленвал я помыл в бензине, моется он с помощью обычной кисточки и груши. Кстати, про грушу написано даже в руководстве по ремонту. Грушей промываются все каналы, я даже в блоке все каналы промыл с помощью груши и бензина. Очень, кстати, удобная штука. Почему раньше я сам не догадался до того, что можно с помощью вот такой вот клизмы промывать каналы, даже не знаю. Очень удобно, рекомендую, можете также мыть с помощью груши каналы. Первым делом в двигатель нужно установить коленвал, а затем уже будем устанавливать поршня. Для того, чтобы установить коленвал, нужно запаковать все вкладышами. Новые вкладыши. Они практически все одинаковые, только есть два вкладыша с упорными вот такими вот полукольцами по бокам. Это средние вкладыши, эти полукольца служат для того, чтобы когда вы нажимаете сцепление, то коленвал упирается вот эти полукольца и это как бы пара трения. Получается, что во время выжима сцепления коленвал же должен куда-то упереться и по чем-то скользить. Так вот он скользит именно вот по таким вот полукольцам. Сразу вставляем вкладыши во все крышки. В крышки я уже все позачищал. Значит, все здесь аккуратно, чисто, никаких вопросов. Так, друзья, все вкладыши установлены на свои места. Все отверстия на вкладышах совпали с маслоканалами. Вот они, эти все отверстия. Теперь можно их смазать и укладывать коленвал на свое место. Так, масло я буду использовать для смазки. Ну, какое у меня было. Вот это масло я доливал просто в последнее время, потому как двигатель очень сильно его жрал. Ну, вот я этим маслом воспользуюсь, чтобы собрать двигатель. Оно очень густое, такое 10В40. Какая-то жесткая минералка. На это масло и буду собирать. Это фактически масло для первого запуска. Двигатель первый раз запустится на этом масле. Ну, а дальше уже прокачает систему. Так, обязательно обращайте внимание, где здесь перед, где зад. Я сразу также наливаю масло в отверстие в коленвал. Немного нужно смазать болты, чтобы они совсем по-сухому не шли. Значит, смотрите, здесь все крышки мечены. Вот на крышках написаны цифры. Вот здесь выбиты с завода. Значит, это четвертый, четыре, три, три это середина. Значит, два, вот двоечка, не знаю, видно. Вот здесь вот выбиты цифры. То есть, ну, уже практически не перепутать эти крышки. Значит, смотрите, вот единичка. Значит, единичка. Начинается сборка этих крышек от ремня ГРМ. С той стороны, из которой у вас ГРМ, это у вас единичка. Устанавливаются крышки, чтобы уже не перепутать. Вы можете, кстати, развернуть их обратной стороной. Но всегда устанавливается замок к замку. Вот здесь вот на крышке замок вкладыша такой выбитый. Ну и, соответственно, на блоке цилиндров также вкладыш имеет замок. И вот устанавливается этот замок, устанавливается, соответственно, к замку тому, который на блоке цилиндров. Сначала вот эти все четыре крышки затягиваются. А задний, это тот, который со стороны сцепления, он в последнюю очередь прикручивается. Так как вот здесь вот все нужно заложить герметиком. И вот эти плоскостя также смазать. Так как здесь внутрь вставляется сальник. Ну и чтобы, соответственно, вот здесь вот не протекало в пазах этих масла никаким образом, то вот это вот всадится все на герметик. И обязательно сразу же проверяем, как крутится коленвал. Вот немножко я подтянул. И смотрите, коленвал должен крутиться от руки. Если коленвал от руки не крутится, значит, что-то пошло не так. Или вы крышку перепутали, или вкладыш не того диаметра. Ну, в общем, какие-то проблемы, связанные со сборкой. Значит, коленвал обязательно должен вот так вот одним пальцем прокручиваться. Если коленвал не крутится, возможно, он даже может быть погнут. Крышки коренных подшипников коленвала затягиваются с моментом, согласно инструкции, 50 ньютон-метров. Ну и с доворотами здесь идут. Доворачиваются они в три этапа. Значит, 50 ньютон-метров. Я вот себе купил вот такой вот динаметрический ключ обычный со стрелочкой. Вот так вот он. Когда крутишь, смотрите, вот эта вот стрелочка, чем сильнее крутишь, чем дальше она отклоняется. Ну и, соответственно, снизу вот это вот ньютон-метр, а сверху килограмм. Ну и должна стрелочка вот так вот до 50 отклониться при затяжке. Вот это вот будет момент затяжки. А затем, конечно, здесь написано еще доворот 60 градусов. Ну, как вы понимаете, 90 градусов это как бы угол. Ну, а 60 это немного меньше. То есть чуть больше половины, чем 90 градусов. Это все делается так на глаз я делаю. Вы можете купить себе угломер какой-то там. Для меня это не важно. Не так оно важно, кстати. Значит, вот, 50 я затянул. И, соответственно, мне еще нужно будет затянуть, вот если относительно двигателя, то вот это вот 90 градусов, ну, а 60 будет, ну, вот, допустим, вот так вот. Вот так. Затягиваю сразу еще, даю угол как бы. Так, ну, вот, вот и есть этот угол. Значит, смотрите, сейчас и этот болт сразу 50. Так, 50 есть. И, соответственно, еще нужно дать угол. Ну, здесь угол будет вот примерно здесь. Оно, кстати, ощущается. Когда доворачивается, уже и до 90 ньютонов доходит. Ну, я считаю, что вот 90 ньютонов, вот это вот и есть нормальный момент затяжки вот этих вот крышек. Потому как эти довороты все, я не знаю, кто их придумал. Протянуть его, а потом до 90 ньютонов подотягиваю, да и все. Как раз 90 ньютонов получается уже после вот этого вот доворота в 60 градусов. После того, как протянуты вот эти 4 крышки уже на 90 ньютон метров я их затянул, получается. Ну, это с доворотом уже усилие увеличилось до 90 ньютон метров. Вы смотрите, полностью крышки затянуты. И коленвал так, как вращался от руки, так он вот и вращается от руки. Очень легко и просто одним пальцем. Теперь нужно обезжирить вот эту вот площадку. Вот эту вот крышку вот здесь по бокам все обезжирить. Каким-нибудь растворителем или антисиликоном. Смазать герметиком вот это место и вот это вот все промазать герметиком. И можно закручивать последнюю вот эту вот крышку. Я использую для обезжиривания вот такой вот обычный антисиликон. Он еще в автомалярных продаются в магазинах. Потому как этот антисиликон, он не сильно воняет такой. Он тоже на какой-то нефтяной основе, но не такой вонючий, как допустим растворитель. Ну и не такой вредный, как растворитель. То есть вот так вот все это протирается антисиликоном. Крышка вот эта вся. Затираем. Ну и смазаю обильно вот эту крышку последнюю, которая со стороны сцепления. Обильно промазываю ее силиконом. Вот этот паз нужно заполнить не силиконом, как я сказал, а герметиком. Ну в общем принцип вот здесь. Вот намазать вот это место, где будет устанавливаться сальник. Вот это вот загерметизировать относительно блока. Вот это я даже лишнее уже намазал. Здесь оно не нужно. Вот этот паз полностью заполняется герметиком. Так, вот и все. Можно устанавливать последнюю крышку. Так, вот и все. Весь коленвал протянут. Все коренные шейки затянуты со стороны маховика. Шейка загерметизирована обычным герметиком Victor Reigns. Вот герметик я кстати использую, не сказал. Вот такой вот Victor Reigns герметик. Очень хороший при сборке двигателей. Используйте именно его, если не хотите потом какие-то течи устранять. Ну и после того, как все уже крышки затянуты, коленвал продолжает также от руки вращаться. Вот посмотрите. Я его даже крутну. И он делает, ну пол оборота делает. Больше не делает, потому что масло действительно очень густое. Вот это вот минеральное. Если бы масло было жидкое, то я думаю он бы вообще вращался даже и дальше. Несколько бы оборотов делал самостоятельно. Следующий этап это замена старых поршней на новые. Значит сразу обращаю ваше внимание, запомните как у вас были установлены поршня. Вот допустим у меня с завода вот так вот все установлено. Шатун он имеет определенное направление. В данном случае, вот как у меня было с завода, это у меня вот на шатуне имеются вот такие вот надписи. Ну думаю у вас так же. С одной стороны значит они есть такие отлитые, а с другой нет. Так вот этими отлитыми надписями шатун был установлен в сторону ремня ГРМ. Обязательно это запомните. Поршня также устанавливается определенно в одну сторону. У них есть специальная точечка. На новом поршне вот имеется такое вот кернение, точечка. Вот этой точечкой, вот этим кернением, также мы располагаем поршень в сторону ремня ГРМ. То есть не путайте, чтобы все было в одну сторону и все было так, как должно быть. Это все неспроста, потому как в шатунах есть специальное отверстие, вот здесь вот видите отверстие. Через это отверстие подается, пырскается масло, а масло соответственно пырскается только в определенном положении шатуна. То есть когда шатун практически в самом верху, получается поршень в самом верху и шатун получается в самом верху, то вот здесь вот специальное сверление в шатуне, оно совпадает с сверлением на коленвале, и как бы давление масла пробивается через вот это отверстие и пырскает на цилиндр. Вот так вот шатун проворачивается и разбрызгивает все по цилиндру через вот это отверстие. Это отверстие расположено только с одной стороны, поэтому шатун располагается строго определенным образом. Ну в моем данном случае вот этими всеми надписями в сторону ремня ГРМ. Также посмотрите, я вот таким способом мечу крышки, чтобы их не перепутать. Просто болгаркой беру, так надпил делаю на месте стыковки крышки шатуна и шатуна самого. Это для того, чтобы крышки не перепутать, так как они невзаимозаменяемые, они растачиваются с каждым шатуном в комплекте. То есть если вы крышку перепутаете, у вас будут большие проблемы, потом придется или вымерять каким-то образом, сидеть, подбирать крышку, или вообще вы можете даже, ну я думаю, вымерить можно, но это будет долго, нудно и не нужно. Лучше сразу запомнить, как была крышка, или сделать какую-то вот метку пропил. Также я на шатунах вот делаю кернение снизу, вот здесь вот я накернил, вот допустим это у меня был на четвертом шатуне. Кернение я делаю вот такой вот иголочкой, вот это вот игла из дизельной форсунки. То есть лучшего керна, чем иголочка с дизельной форсунки, не бывает. То есть вот это самый твердый какой-то металл, который можно раздобыть на СТО, это вот игла с дизельной форсунки. Она очень твердая, кернится практически любой металл. Вот хоть шатуны, хоть коленвалы, все, можно легко накернить вот таким вот, таким вот типа керном самодельным. Сами поршня вынимаются очень просто, палец просто выбивается. Он посажен на горячую в шатун, просто наставляется вот так вот на какую-нибудь подставку, ну в данном случае вот две деревяшки в тиски зажатых. И можно какой-нибудь наставкой легко выбить. Итак, для начала выбиваю все старые пальцы. Ну конечно желательно помощник бы, но... Ставить. Значит технология такая у меня. Грею шатун и одновременно вставляю палец. Палец изначально туда не влазит. По мере того, как головка шатуна нагревается, палец начинает входить в шатун. И вот как только палец начинает входить в шатун, буквально минуту еще догреваю, чтобы успеть вставить, и начинаю вставлять. Ну буквально вот так вот вместе с поршнем одеваю и сразу же вставляю сколько там нужно, центрую по низу, смотрю. Ну и так, ребята, давайте греть и вставлять. Сами посмотрите, как это все выглядит. Значит устанавливаю, я кстати шайбами подкладываю вот здесь вот упор шайбы, и задвигаю палец, как бы поршень упирается в шайбы, и с этой стороны остается расстояние как раз для двух точно таких же шайб. В общем шайбами отмерять самый лучший вариант, как бы самый удобный. После того, как собраны поршня, можно проконтролировать, насколько выходит вот палец. Вот я нажал поршень, он вот двигается на шатуне вправо-влево. То есть палец как бы стоит на шатуне мертво, он зажат, а поршень двигается, и можно посмотреть, насколько выходит вот с этой стороны, а затем перевернуть поршень и посмотреть, насколько выходит с этой стороны. Если, допустим, у вас в одну сторону выходит больше, а в другую меньше, то как бы это не сильно страшно, но все-таки если вам это спать мешает, ну я такой, блин, мне вот если там на полмиллиметра будет оно выходить в одну сторону больше, в другую меньше, я уже буду неспокойный, хочется все-таки довести все до ума. То смотрите, что можно сделать. Можно воспользоваться вот такими двумя палочками. Вот я в тиски зажал, здесь вот упер эти палочки в тиски и наставляю так, чтобы палочки упирались вот здесь вот буквально как можно ближе к пальцу поршневому. Вот так это все выглядит. Вот оно как. Ну вот так вот оно упирается. Сверху я наставил болт с гаечкой вот так и такими несильными ударами буквально сдвинул палец, ну на сколько там, на миллиметр, не знаю, миллиметр, может полтора миллиметра посдвигал пальцы, где было неравномерное выступание за пределы поршня. И таким образом у меня теперь пальцы все ровно по центру установлены. Никаких проблем. После всех манипуляций с поршнями обязательно нужно их помыть. Помыть их можно в тазике обычным бензином. Мойка обязательная, потому что вот когда растачивают блок цилиндров, после того как его расточат, поршня примеряют как бы в цилиндры. Поршень опускает в цилиндр, а в цилиндре в этот момент находится абразив и чугунная пыль вот эта, которая осталась после расточки блока и после ханинговки. То есть вы представляете, вся эта чугунная пыль, она мелкими частицами саждается на поршнях, возможно, вот этих вот канавках под кольца. И потом, не дай бог, это где-то начнет царапать эта чугунная пыль по цилиндру. Будут проблемы. То есть лучше все-таки все помыть еще раз. Это не проблема. Бензинчиком моется намного, кстати, приятнее, чем химией. Ну и после того, как все уже помыто, подсохло, теперь можно заняться установкой поршневых колец и шатунных вкладышей. Перед тем, как одевать кольца на поршня, нужно сразу их рассортировать, чтобы сразу было ясно, какие кольца идут на какой цилиндр. Ну и, соответственно, где верхняя, где нижняя. Кольца, смотрите, вот так вот в коробке, но они были запечатаны еще вот такие вот клееночки, значит, написано 2нд, но я так понимаю, это второе кольцо было. Обычно кольца продаются, они в бумажных таких листах, пакетиках и в кармашках там написано первое, второе кольцо. Ну а здесь они вот в таких вот клееночках были. Смотрите, вот это вот маслосъемные, это второе кольцо, первое. Сразу рассортировываем их, сейчас я объясню по какому принципу. Так, значит, черные кольца, вот такие вот черные кольца, это чугунное кольцо, это второе кольцо. Значит, оно одевается как бы на вторую канавку, это второе компрессионное кольцо, первое это самое верхнее, а второе, ну, соответственно, посередине, вот оно второе получается. Значит, все черные кольца, это вторые кольца, они как бы компрессионные. Смотрите, на кольцах еще имеются какие-то, бывают надписи, топ бывает написано здесь, значит, надписями всегда вверх, то есть вверх у нас вот, значит, вверх надписями, это во-первых, а во-вторых, здесь еще имеется на кольце кромка. Значит, смотрите, вот здесь вот такая кромочка небольшая, так вот эта вот кромочка, она должна ориентироваться вниз, то есть она должна быть внизу, значит, гладкая сторона вверху, а сторона с кромкой внизу, это так по книжке написано, бывает и наоборот в разных моделях автомобилей, ну, эта кромка имеет значение, она как бы подворачивает кольцо за счет этого прослабления, и за счет этого прослабления кольцо как бы выгибается в какую-то из сторон. Ну, в данном случае, как я понимаю, кольцо будет выгибаться вот в эту сторону, выворачиваться. Ну, запомните, что здесь кромкой вниз. Первое компрессионное кольцо имеет вот такой вот вид. Значит, здесь он такой немножко меднённый, но бывает всё кольцо хромом покрыто. Здесь у него такая отличительная особенность, что покрытие хромом идёт по кругу. Вот эта вот кромка вся, она как бы хромированная. Бывает всё кольцо хромированное, бывает вот такой хром. Здесь такой матовый хром, обычно бывает такой блестящий. Здесь хром такой матовый на кольце. Значит, это первое компрессионное кольцо. Ну, а это кольца маслосъёмные, они такие наборные, из трёх частей состоят. Я потом покажу, как их собирать. Значит, сразу раскладываем кольца напротив каждого поршня. Ну, соответственно, по цилиндрам. Я уже их разложил, это у меня первый, второй, третий, четвёртый цилиндр. Значит, объясняю, почему я так делаю, почему я раскладываю кольца сразу по цилиндрам. И они, соответственно, каждое кольцо будет стоять в своём цилиндре. Значит, зазоры в кольцах имеют определённый диаметр. Значит, зазоры в кольцах, после установки в цилиндр, должен быть зазор на компрессионных кольцах 0,3 мм. То есть, не меньше 0,3 мм. Потому как кольцо, если будет зазор меньше, кольцо разогреется и его, соответственно, зажмёт. Кстати, верхнее маслосъёмное кольцо устанавливается надписями вверх. Если надписи никаких нет, можно, конечно, установить и так, и так. В данном случае я вижу, что это кольцо не имеет ориентации. Его можно установить хоть так, хоть так. Ну, всё-таки здесь какая-то надпись есть. Смотрите, написано на кольце N25. Ну, мы так и установим N25. Я всегда надписями вверх в любом случае устанавливаю хоть ориентированное кольцо, хоть нет. Значит, мне растачивали все цилиндры индивидуально под каждый поршень. Поршня имеют один поршень, я помню, был полнее на одну сотку. То есть, или полнее, или меньше на одну сотку. Я уже сейчас точно не помню, но я помню, что я перемерял поршня, цилиндры и какой-то поршень на одну сотку отличался. Так вот, мне цилиндры так и поточили. Значит, один цилиндр на одну сотку имеет разницу. Ну, и поршня мне пометили. Вот здесь вот царапины такие на поршнях есть. Вот это первый цилиндр, значит. Смотрите, вот две царапины. Второй цилиндр, третий, ну, четвертый, соответственно. Это мне расточник, как точил блок. Вот так вот пометил поршня. И каждый цилиндр в блоке, он мне индивидуально под каждый поршень растачивал. То есть, плюс-минус одна сотка имеет большое значение. И мне поточили цилиндры конкретно под этот комплект. Теперь, смотрите, при установке поршневых колец должен быть зазор на первых двух кольцах, на компрессионных, не меньше 0,3 мм. Ну, 0,3 мм, это вот так вот есть такие щупы. Значит, вот они, пластинчатые такие. И здесь щупы идут, они, эти пластинки толщиной идут через 0,30, 0,35, значит, до сотых миллиметра. Значит, идут 0,05 мм. Значит, 0,30 это 0,3 мм. Допустим, 0,25 это 0,25 мм. Должен быть зазор в кольцах не меньше, чем 0,3 мм. Вот берем соответствующий щуп, устанавливаем кольца в цилиндр. Ну, и, соответственно, беру кольца, которые я уже приготовил для первого цилиндра. Первый цилиндр, это вот он у нас. Это со стороны ремня ГРМ, со стороны помпы. Значит, вот это вот первый цилиндр. И устанавливаю кольцо в первый цилиндр. Поршнем проталкиваю, чтобы оно стало ровно. Ну, буквально вот так вот. И замеряю зазор в кольце. Вот, смотрите, 0,3 входит. Все отлично, значит, все нормально. Ну, и зазор, естественно, не должен быть большой. Значит, зазор должен быть от 0,3. Давайте замеряем, сколько фактический зазор там. Ну, вообще, установочный, я думаю, до 0,4 норма. Если больше 0,4, то уже просто у вас некачественные поршневые кольца попались. Давайте посмотрим, какой у меня фактический зазор. Вот беру щуп 0,4. Смотрите, 0,4 у меня не влазит как бы в этот зазорчик, получившийся в кольцах. Значит, здесь где-то 0,35. Отличные кольца, смотрите. Вот, NPR. Отличные кольца, рекомендую. Берем второе компрессионное кольцо, чугунное. И точно так же, опускаю его в цилиндр. Здесь точно так же должен быть зазор не меньше 0,3 мм. Ну, я смотрю, вот, смотрите, отлично. Значит, есть. Теперь берем маслосъемные кольца. Маслосъемные, они вот такие вот тоненькие, как пружинки такие. Ну, все равно их нужно тоже проверять. Значит, маслосъемные не стальные кольца, бывают, наверное, чугунные. Ну, все-таки зазор нужно на них проверить. Так как по книге написано, что у них зазор должен быть от 0,4 мм. Давайте проверим. А 0,4 не входит. Значит, что мы берем? Берем кусочек наждачки или какой-нибудь напильник и вот так вот стачиваем немножко. Ну, об наждачку, наверное, легче всего. Вот так вот сточить кольцо немножко, чтобы щуп входил 0,4 мм. И таким образом проверяются, промеряются кольца под каждый цилиндр. И, соответственно, отдельно уже в каждый цилиндр будут устанавливаться, соответственно, кольца, те, которые мерились в конкретном цилиндре. Вот таким образом меряются кольца. Ну, а затем мы их будем устанавливать. Итак, друзья, значит, все кольца я подогнал. Ну, то есть, как все поршневые, компрессионные, все были в норме кольца. У всех были зазоры ровно 0,3 мм. А маслосъемные пришлось подгонять. А маслосъемные пришлось подгонять. Это два вот таких вот тоненьких кольца. По книжке пишут, что здесь должно быть 0,4 мм. У них зазор. А зазоры у них были практически 0. Значит, хочу сразу сказать, еще есть такой прикол в интернете. Часто в интернете наблюдаю, как люди шатают поршня. Прям такие у них мания шатунства. Шатуны такие интернетные. Значит, в чем сама суть? Смотрите. Вот у меня расточенный блок цилиндров и поршня. Только с расточки практически, можно сказать, новая поршня. Значит, зазор между юбкой поршня и стенкой цилиндра 0,03 мм. Здесь ровно по 0,03 мм зазоры. Смотрите. Поршень входит плотненько. Как бы он, видно, даже вот он до конца не падает. Потому как цилиндр сухой, но очень медленно падает. Тоже мы наблюдаем в интернете. Особенно смешно это смотреть от людей, которые действительно, я вижу, что человек двигатель ремонтирует и он такое вот показывает. Ну, просто смешно. Значит, смотрите. Берут поршень, вставляют его. Ну, вот как бы давайте сымитируем такую ситуацию. И шатают. Я сейчас, как типичный шатун поршней, пошатаю вам поршень. Смотрите. Вы видите? Вот. Во. Вот как болтается поршень. Вот это да. Правда? Я надеюсь, видно это. Вот, смотрите. Насколько болтается поршень. Вот, даже стучит. Во. Слышно, как стучит. Но это колец нет. Он сейчас очень легко шатается. Так, попробую вам сверху показать. Во. Видно, да? Вот. Как болтается поршень в цилиндре. И это, ребята, новый поршень. Расточенный цилиндр. Все это происходит потому, что поршня к цилиндру меряются вот здесь. Вот в этих местах, как бы, меряется диаметр поршня. И под вот этот вот размер по юбке поршня, вот здесь вот, это пятно измерений находится вот в этом месте. По этому диаметру и подгоняются цилиндры. Но, ребята, вот в этом месте, вот эта юбка поршня, она шире на 1 мм, чем вот это вот днище называется, вот эта верхушка поршня. Это называется днище поршня. Все это потому, что вот это вот днище поршня, верхушка поршня, оно нагревается до 300 градусов. И в тот момент, когда вот эта вот верхушка поршня, днище разогрета до 300 градусов, диаметр вот этой вот верхушки становится точно такой же, как диаметр юбки поршня. Вот именно поэтому и шатаются поршня в цилиндре на холодном двигателе. Потому что, когда поршень холодный, вот эта вот верхушка поршня, или, как говорят, днище поршня, на ровно на 1 мм, я специально микрометром замерял, вот эта вот верхушка на 1 мм меньше в диаметре, чем вот этот диаметр по юбке поршня. То есть, что мы и наблюдаем, вот этот вот люфт вправо-влево, вот это вот 1 мм люфта, вот это потому, что вот эта верхушка поршня в данный момент холодная. Если бы поршень был горячий, то такого люфта вы бы не наблюдали. Но очень смешно смотреть, как в интернете шатуны всякие ремонтники двигателей берут и вот так вот шатают и говорят, ой-яй-яй, как же он ездил с таким зазором, ай-яй-яй, как так может быть? Поршень, он неровный цилиндр, он как бы конусное изделие. То есть, он здесь уже, а кверху он сужается. Потому мы и видим вот этот вот люфт.